Приветствую вас на канале Максимум День, меня зовут Наталья и в этом видео я вам покажу как сплести из резиночек вот такую небольшую шапочку Санты с помощью рогатки. Такая шапочка в преддверии нового года может служить прекрасным украшением для жилья, для елочки или просто для еловых веточек. Давайте же посмотрим, что для этого нам понадобится. Для плетения шапочки Санты нам понадобится рогатка или мини-станок. Мы будем использовать лишь два столбика, располагаем мы станочек себе вымочками, чтобы удобно было скидывать резиночки. Также нам будет необходим крючок и резиночки двух цветов. Белых резиночек нам понадобится 14 штук, красных резиночек 28 штук. И начинаем мы с белой каемочки по низу шапочки. Берем одну белую резиночку, накидываем ее на правый столбик и оборачиваем три раза. Два и три. Затем берем вторую белую резиночку и таким же образом накидываем на правый столбик и оборачиваем трижды. Раз, два и три. И третью белую резиночку мы накинем на левый столбик, тоже обернув три раза. Два и три. Затем мы используем пару белых. Наденем их на оба столбика, обычным образом не перекручивая. Теперь с помощью крючка мы скидываем резиночки. Тройную резиночку с левого столбика мы отправляем в серединку плетения. Поправим немножко резиночки, чтобы было удобнее накидывать следующую пару. И продолжаем. Накидываем вторую пару белых резиночек. И в этот раз мы отправляем в серединку предыдущую пару с левого и правого столбика. И верхнюю тройную резиночку с правого столбика. И еще пара белых резинок нам понадобится. Накидываем ее также на оба столбика, обычным образом. Снова предыдущие резиночки отправляем в серединку. И вместе с ними тройную резиночку с правого столбика нижнюю. Вот такое вот начало. И дальше мы уже продолжаем красными резиночками. Для первой части нашей шапочки нам понадобится 4 пары. Накидываем первую пару резиночек. Белые. Отправляем с обоих столбиков в серединку. Затем вторая пара резиночек у нас идет. Снова нижние резиночки с левого и правого столбика отправляем в серединку. И третья пара резиночек. Снова нижние. Спускаем в центр. И последняя у нас четвертая пара резинок. Накидываем и предыдущую снова отправляем в центр. Готова у нас первая часть шапочки. И теперь мы переносим резиночки с левого на правый столбик. А на левый столбик мы будем одевать белую петельку. Сначала мы наденем среднюю белую петельку. Вот у нас получилось 3 белых петельки. На каждой из них у нас висит по тройной белой резиночке. Для следующего этапа нам понадобится ввести крючок в среднюю. Ту, что по серединке, белую петельку. И накинуть ее на левый столбик нашей рогатки. Готово. И дальше мы продолжаем снова красными резиночками. Снова нам понадобится 4 пары. Накинув первую, мы отправляем белую петельку с левого столбика в серединку. И уже дальше продолжаем известным вам способом в технике рыбий хвост. То есть накинув вторую пару, мы предыдущие пары с каждого столбика отправляем в серединку. Затем накидываем третью пару резинок. Нижнюю снова отправляем в середину. И накидываем четвертую пару. И в этот раз мы снова сбрасываем предыдущие резиночки. И одну пару верхнюю резиночек с первой нашей части. Вот таким вот образом у вас должно остаться 3 парочки по 2 резиночки на столбиках. Две пары на правом столбике и одна пара на левом. Теперь мы снова переносим резиночки с левого на правый столбик. И продолжаем плетение нашей шапочки. Третья часть шапочки. Мы снова вводим крючок в первую петельку. Не в начальную, а именно в первую. И накидываем на левый столбик. И снова плетем красными резиночками. Накинув первую пару, мы скидываем белые резиночки с левого столбика. Затем накидываем вторую пару резинок. Предыдущие отправляем в серединку. Надеваем третью пару. Снова предыдущие скидываем в центр. И четвертую пару резиночек мы накидываем. И на них скидываем предыдущие резиночки, а также одну резиночку со второй части нашей шапочки. То есть верхнюю резиночку из правого столбика. Из трех тех, что у нас на правом столбике. Затем нам понадобится еще две пары красных резиночек. Накинув первую, мы отправляем предыдущие резиночки на нее. И одну из оставшихся внизу пар резиночек верхнюю. И накинув вторую красную пару, мы снова скидываем предыдущие резиночки, а также оставшуюся последнюю пару, которая у нас на правом столбике. Мы уже видим, что у нас получается шапочка. И нам осталось сделать лишь бубончик и соединить наши резиночки. Для бубончика нам понадобится четыре белых резиночки. Надеть их нужно на правый столбик, обернув два раза все вместе. Вот таким вот образом. Сразу четыре резиночки накидываем на правый столбик, перекручиваем и накидываем. Затем, следом за белыми резиночками, накидываем еще одну белую одинарную резиночку на оба столбика. После чего, белые резиночки, у нас их тут восемь штучек, мы отправляем на белую резинку. Вот таким вот образом. И по бокам скидываем красные резиночки. Бубончик можно вытянуть на одну сторону, например. И теперь одну из резиночек мы переносим. И нижнюю отправляем в серединку. Затем скидываем последнюю петельку со столбиков. Затягиваем, как обычно, петелечку, чтобы не распустилась у нас наша поделка. И теперь эту петельку мы накинем на бубончик наш, обернув ее три-четыре раза. Лучше, наверное, четыре. Раз, перекрутили, два, снова перекрутили, три. Ну, трех раз достаточно. Поправим наш бубончик, чтобы он был пышненький. И придадим нашей шапочке наклончик в нужную сторону. Шапочка наша готова. Вот такие вот шапочки Санта у меня получились. И на новогодние праздники они станут отличным украшением моего дома. Надеюсь, у вас также получились красивые поделочки. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наши новые видео. И пишите свои комментарии. Всем удачи, пока!